Иоанна Лествичника, Лествица, стр. 320, краткий перечень предыдущих слов, пункт 62. Чувство есть отличительное свойство самой души, а грех есть оскорбление чувства. Чувство производит или прекращение, или уменьшение зла. Сознание есть порождение совести. А совесть есть слово и облегчение нашего Хранителя, данного нам при крещении. Поэтому находим, что непросвещенные крещением при совершении худых дел, не столько, но гораздо слабее, бывает уязвляемы в душе своей. Уменьшение худого производит воздержание от худого. А воздержание от худого – начало покаяния. Начало же покаяния – начало спасения. И начало спасения – благое намерение. И благое намерение – матерь трудов. Начало же трудов добродетели – начало добродетелей – цвет. И цвет добродетелей – делание. Порождение же добродетелей – постоянство. А плод и порождение постоянного упражнения – навык, и плод навыка – усвоение. А усвоение хорошего есть матерь страха. Страх же рождает соблюдение заповедей и небесных, и земных. Хранение заповедей – признак любви. А начало любви – богатство смирения. Богатство же смирения – черь бесстрастия. А приобретение последнего полнота любви, а за этим следует совершенное вселение Бога в чистых сердцем по причине бесстрастия, ибо те Бога узрят. Ему слава во веки веков. Аминь. Слово 27. О священном безмолвии тела и души. Мы, как купленные какие невольники нечистых страстей и сделавшиеся наемными их рабами, знаем поэтому несколько уловки и нравы, распоряжения и ухищрения духа, властвующих над бедной нашей душою. А другие по действию духа святого и по причине освобождения от властителей этих духов ясно понимают их козни. Ибо один по мучительному состоянию в болезни гадает о спокойном состоянии здоровья, другой же по благодушию в здравии составляет себе понятие и заключает о неблагодушии во время болезни. Поэтому мы, как немощные, убоялись теперь перед вами любомудрствовать в слове о пристрастии безмолвия, зная, что при трапезе доброго собратства всегда бывает какой-нибудь пес, который того и смотри, чтобы похитить трапезы хлеб, то есть душу, и унося его в пасти своей убегает, потом и пожирает его спокойно. Почему, чтобы словом своим не дать место этому псу и предлога ищущим предлогов, почитали мы непозволительным беседовать теперь о мире с подвязающимися в обрании мужественными воителями царя нашего. Замечаем же то одно, что неослабно воюющим соплетены венцы мира и тишины. Итак, чтобы не оскорбить только тех, если бы слово о безмолвии осталось вовсе неприкосновенно, и о нем, если угодно, скажем нечто, как бы только для развлечения. Безмолвие тела есть познание и приведение в порядок внутренних движений и чувств. А безмолвие души есть познание и нерасхищаемое разумение помыслов. Друг безмолвия – это мужественный непреклонный помысл, который неусыпно стоит при дверях сердца и убивает или отталкивает входящих. Кто безмолвствует с сердечным чувством, тот понимает сказанное, а кто еще младенец, тот не вкусил и не изведал этого. Сведущий безмолвник не будет иметь нужды в словах, потому что слова объясняет делами. Начало безмолвия удаляет от себя всякий шум, как возмущающий глубину сердца. Конец же безмолвия – не бояться мятежей и быть среди них нечувствительным. А кто приспевает еще в безмолвии, тот не приспевает в слове и кроток. Это тихо исполненная любви храмина. Он неудобно подвижен на слова, неподвижен к раздражительности. Противоположно этому само собой явно. Безмолвник кто? Не чудно ли это? Усиливается бесплотное заключить в телесной хромине. Мышь подстерегает ее преследовательница. А мысленные мыши – мысль безмолвника. Не погнушайся представленным примером. В противном случае не познал еще ты безмолвия. Не то монах один, что монах, живущий с другим монахом. Когда монах один, он имеет нужду в великом трезвении и в уме непарящем. Когда монах не один, тогда первому нередко помогает другое, а второму содействует ангел. Умные силы – сослужители душевного безмолвника и любят пребывать с ним. А о противном этому смолчу перед тобою. 10. Неизмерима глубина догматов, и уму безмолвника небезбедно пускаться в нее. Небезопасно плавать в одежде и подверженному страсти касаться богословия. Теле безмолвника – пределы тела, и внутри ее храни наведение. 11. Кто страдает душевной страстью и идет на безмолвие, тот уподобляется человеку, который соскочил с корабля в море и думает на малой доске безбедно достигнуть суши. 12. Всем тем, которые борются с брением, в свое время прилично бывает безмолвие, если только имеют они у себя руководителя. 13. Потому что одинокому нужна ангельская сила. 14. У меня слово об истинных безмолвниках и телом, и духом. 15. Безмолвник, обленившись, будет говорить ложь, намеками давая знать, что люди нарушили его безмолвие, а оставив теле, обвиняет уже демонов. 16. Но забыл он, что сам для себя стал демоном. 17. Видел я безмолвников, и они ненасытимо питали безмолвием пламенеющее рвение свое к Богу, порождая в себе огонь огнем, любовь любовью, желание желанием. 17. Безмолвник есть земной образ ангела, хартии любви письменами рачения, освободившей молитву своей от ленности и нерадения. 18. Безмолвник тот, кто явственно взывает готовость сердца мое. 19. Безмолвник тот, кто говорит, я сплю, а сердце мое бодрствует. 20. Затри дверь кельи телу, двери языка словам, и внутренние врата лукавым духом. 21. Безветрия и полуденный зной обличает терпеливость пловца, и оскудение же необходимых потребностей обнаруживает твердость безмолвника. 21. Один, упадая духом, плавает в водах, а другой от уныния ищет многолюдство. 22. Не бойся шумных страхований, ибо плач не знает боязни и не приходит в ужас. 23. Чи юм научился истинно молиться, те беседуют с Господом лицом к лицу, как бы на ухо с царем. 24. У кого молятся уста, те преподают к нему прицелом синклите, а которые живут в миру, те просят царя среди молвы всего народа. 25. Если основательно изучил ты искусство это, то не можешь не знать, что говорю. 26. Сев на высоте, наблюдая, если только умеешь, и увидишь тогда, как, когда, откуда, в каком числе, и какие воры могут войти и окрасть твои грозды. 27. Страж, утомившись, встает и молится, и потом сев с мужеством принимается за прежнее делание. 28. Некто, изведавший это по опыту, намеревался поговорить о всем со всей тонкостью и подробностью, но убоялся, чтобы делателям не внушить нерадение и, решившись на делание, не разогнать шумом слов. 29. Кто тонко и как сведущий рассуждает о безмолвии, тот вооружает против себя демонов, потому что никто другой не может так выступить на позор или срамоту. 30. Кто достиг безмолвия, тот познал глубину тайн. 31. Но не снизойдет воную, если прежде не увидит и не услышит мятежа волн и дыхания лукавых духов, а может быть, не будет и орошено этими волнами. 31. Сказано подтверждает Павел. 32. Если бы не был восхищен он в рай, как бы в безмолвии, то не мог бы услышать неизвеченных глаголов. 33. Ухо безмолвия примет от Бога предивные глаголы. 34. Почему и в книге Ио все премудрые это безмолвие сказано. 35. Сказано, не примет ли ухо мое предивных от него. 4. 12. Безмолвник тот, кто столько же, впрочем, без ненависти бегает людей, сколько другой, впрочем, беспечно прибегает к ним. Бегает же потому, что не хочет ощутить пресечение Божьей сладости. 5. Отходя на безмолвие, расточи немедленно, потому что продавать будет долго имение Твое, и раздай нищим. 6. Чтобы молитвы споспешествовали Твоему безмолвию, возьми крест свой, нося его в послушании, и мужественно терпя бремя отсечения воли Своей, и потом уже гряди за Мною, для сочетания с блаженнейшим безмолвием. 7. И научу тебя видимому деланию и житию умных сил. 8. Они во веки веков не насытятся, восхваляя Творца, и, вошедшие на небо безмолвие, не насытятся, песнословие Создателя. 9. Не позаботятся о веществе невещественной и о пище сии, и в вещественном теле, соделавшейся невещественными. 10. Первые не ощутят даже пищи, а вторые не потребуют обещания песнедей. 11. Те не позаботятся о деньгах и об имуществах, а эти — об озлоблении от лукавых духов. 12. В горних нет влечения к видимой твари, а в этих дольних, пребывающих вожделением к горе, влечения к чувственному видению. 13. Те не перестанут преуспевать в любви, а эти ежедневно подражать им. 14. Тем не неведомо богатство их приспияния, а этим не неведомо любовь их к восхождению. 15. Те не остановятся, пока не достигнут серафимского совершенства, а эти не утомятся, пока не сделаются ангелами. 16. Блажен, кто уповает, — трекратно блажен будущий ангел и достигший уповаемого. 17. О разных видах безмолвия и о развлечении он их. 18. При всяком состоянии наук, как всем это известно, бывают разности во мнениях и намерениях. 19. Ибо не во всех все совершенно, или по недостатку прилежания, или по скудости сил. 20. И в сию пристань безмолвия, или лучше сказать, в сию моря, а может быть и в глубину, вступают иные по немощи языка и по причине укоренившихся прежде плотских навыков. 21. Другие потому, что неудержимо расположены к раздражительности и не могут эти бедные преодолеть оной в многолюдном обществе. 22. Другие потому, что по своей нравею рассудили лучше плавать по собственному произволу, нежели под руководством. 23. Иные потому, что среди вещественного не могут воздержаться от вещества, некоторые с намерением в уединении сделать все более рачительными. 24. Иные, чтобы втайне наказывать себя за вины свои, некоторые же, чтобы через это снискать себе славу. 25. А другие, если только Сын Человеческий Пришедший найдет таковых на земле, ради наслаждения и любовью и сладостью Божией, и пожажде к этому сочетовается с святым безмолвием, 26. И не прежде вступает в этот союз, как дав разводную всякому унынию, потому что общение с последним у первого признается любодеянием. 30. По мере скудного ведения, какое дано мне, как премудрый архитектон, соорудил я лестницу восхождения. 31. После этого пусть каждый смотрит сам. На какой стал он ступени? По своей нраве, или ради человеческой славы, или по немощи языка, или по неукротимой раздражительности, 32. Или по множеству пристрастий, или чтобы наказать себя за вины, или чтобы сделать сорочительнее, или чтобы присовокупить огонь к огню. 31. Последние будут первыми, и первые последними. 32. Семь деланий в этой седмице, суть деланий нынешнего века. 33. И один, одни из них угодны, другие не угодны Богу. 34. Восьмое же явным образом знаменует век будущий. 35. Наблюдая одинокий монах времена, когда приходят звери, в противном случае невозможешь поставить им различных сетей. 36. Если совершенно отступила от меня получившая разводную уныние, то немного будет труда, а если оно еще нападает на меня, то не знаю, как мне безмолвствовать. 36. Почему никогда у преподобных тавенесиотов не было столько светильников, как у скидских? 37. Кто может разуметь это, тот да разумеет, а я не могу или лучше не намерен сказать этого. 38. А одни укращают в себе страсти, другие поют псалмы и большую часть времени пребывают в молитве, иные же погружаются в созерцание и таким образом проводят время в глубине безмолвия. 39. К решению вопроса иди как бы по лестнице. 40. Кто может вместить, тот да вместит о Господе. 41. В общежительной обители бывают души ленивые и изобилуя тем, что питает их леность. 41. Доходят они до совершенной погибели, но бывают также души, которые, вследствие пребывания с другими, совлекают в себя леность свою. 42. А то же самое бывает нередко не только с нерадивыми, но и с рачительными. 43. Кем же правилом руководствовать себя будем и в рассуждении безмолвия, утверждая, что и оно многих, приняв благо искусными, отвергло за свои нравия, показав в них сластолюбцев. 44. Других же по принятии к себе страхом и заботливостью о том, что понесут на себе осуждение свое, соделало более рачительными и горящими. 45. Кого тревожит еще раздражительность, самомнение, лицемерие и злопамятность, тот да не осмеливается даже видеть и след безмолвия, чтобы вместо всякого приобретения не дойти ему только до ума иступления. 46. Если же кто чист от всего этого, то он узнает уже для себя полезное. 47. Но думаю, что и он дойдет до этого, не сам собою. 47. Вот признаки, подвиги, доказательства, что человек проходит безмолвие разумно. 48. Ум неволненный, мысль непорочная, восхищение ко Господу, представление мук, мысль о близкой смерти, всегдашняя алканье молитвы, неодолимая стража над собою, умерщвление блуда, незнание пристрастия, смерть для мира. 49. Отвращение от чревоугодия, начало богословия, источник растудительности, обетные слезы, утрата многоглаголами и все тому подобное, к чему обыкновенно не расположены люди. 50. И вот признаки проходящих безмолвие неразумно в богатстве обнищания, приращение гневливости, сохранение злопамятства, уменьшение любви, прибавление кичливости, а о дальнейшем умолчу. 50. Поскольку же слово наше приняло такое течение, то необходимо сказать здесь и о живущих в подчинении, тем более, что к ним всего более обращается слово это. 40. Вступившие в законный, нелюбодейный, нескверный союз с этим благочинным и благолепным послушанием и в действительности по определению богоносных отцов, имеют следующие признаки, кроме того, приращение и приспияние, какое приобретает с каждым днем достигающее совершенства в свое время. 41. Приращение в предначинательного смирения, уменьшение раздражительности, ибо как не уменьшится то и с истощением желчи, рассеяние омрачений, усиление любви, отчуждение страстей, освобождение от ненависти, уменьшение походливости вследствие обличений, 42. Незнание уныния, преумножение рачения, сострадательная любовь, изгнание гордости, приспияние, которого все должны домогаться, но немногие достигают, источнику, в котором нет воды, имя это неприлично. 43. А что из этого следует, понятно тем, у кого есть ум. 44. Юная супруга, не сохранившая ложа, осквернила тело, и душа, не сохранившая обета, осквернила дух. 45. Первое сопровождает укоризна, ненависть, побои, и что с его бедствием, разлука. 46. А другую, осквернение, забвение смерти, ненасытность дерева, невоздержность отей, порабощение тщеславия, сонливость, ожесточение сердца, бесчувствие, сборище лукавых помыслов и возрастающее соизволение на оное, пленение сердца, произведение в себе смитива, 47. Непослушание, прикословие, пристрастие, неверие, неимоверство, многоглаголание, и что всего хуже, вольность в обращении, и что еще бедственнее, сердца, не знающее сокрушение, следствием чего в немнимательных бывает утрата чувствительности матери грехопадений. 48. Из восьми лукавых духов пять борются с безмолвствующими, а три с проходящими послушаниями. 49. Безмолвник часто потерпит вред и от того, что борим унынием, потому что время молитвы и созерцания будет расточать на противодействие уныния и на борьбу с ним. 50. Однажды, впав в леность, сидел я в теле и думал уже оставить ту, но пришло ко мне несколько человек и стали немало ублажать меня, как безмолвника, и помыслу лености тотчас уступил место помыслу тщеславия. 51. А я подивился тому, что этот изворотливый демон противится всем духам. 52. Ежечасно наблюдай порывы и устремления, наклонения и уклонения сожителя твоего уныния, как и куда они направлены. 53. Кто приобрел тишину при содействии Духа Святого, тому не неизвестно это положение. 54. Первое дело безмолвия – предварительное сложение из себя попечения о всех делах, и благовидных, и неразумных. 55. Ибо кто отворяет вход первым, тот без сомнения впадет и в последнее. 56. Второе дело – неленостная молитва. 57. А третье – неокрадываемое делание сердца. 58. Не знающему азбуки, естественно, невозможно заниматься чтением книг. 58. Еще невозможнее тому, кто не приобрел первого, разумно проходить последние два делания. 59. Проходя среднее из этих дел, был я у средних чинов ангельских, и ангел просвещал меня жаждущего. 60. И вот опять был я у них на вопрос о Христе. Чем был довидимого в нем образа? 61. Ангел не мог научить, потому что не дозволено было этому князю. 61. Еще просил я сказать, как пребывает ныне. 62. Отвечал в свойственном ему, но не в этом. 63. Продолжал я вопрошать, что значит стояние и сиденье одесную виновника. 63. Он сказал, невозможно тайноводствовать к этому человеческий слух. 64. Просил я воное время возвести меня, куда влекло желание, и он сказал, не пришел еще час по недостаточности огня нетления. 64. Был ли я тогда с этой перси, не знаю, или вне перси, вовсе не умею сказать. 65. Трудно преодолевать полуденный сон, и особенно в летнее время, тогда и может быть, тогда только не должно оставлять рукоделие. 66. Узнал я, что демон уныне приготовляет и пролагает путь демону блуда, чтобы сильно увлекший тело и погрузив в сон. 67. Как бы наяву производить в безмолвниках осквернение? 68. Если крепко им воспротивишься, то без сомнений силы будут нападать на тебя, чтобы заставить тебя прекратить подвиги, как не получающего от них никакой пользы. 69. Но ничто не может так свидетельствовать о поражении демонов, как жестокое их нападение на нас. 70. Когда выходишь из уединения, охраняй собранное тобой, потому что в отворенную дверь улетают запертые птицы. 70. А тогда не будет уже нам пользы и от безмолвия. 71. Небольшой волос беспокоит глаз, и малая забота удаляет от нас безмолвие, потому что безмолвие есть отложение помышления и отречение даже от благовидных забот. 72. Кто действительно достиг безмолвия, тот не позаботится даже о своей плоти, ибо не лжив обещавший. 73. Кто намеревается чистым представить ум свой Богу и возмущается заботами, тот подобен человеку, который крепко связал себе ноги и покушается идти скоро. 74. Редки люди, которые бы совершенно изучили мирское любомудрие, а я утверждаю, что еще меньше познавших любомудрие истинного безмолвия. 75. Кто не познал еще Бога, тот не благоискусен в безмолвии и подвергает себя многим опасностям. 76. Безмолвие губит неопытных. Они не вкусили еще сладости Божьей и тратят время в пленениях, расхищениях, унынии и парении ума. 76. Изведавшие доброту молитвы, как анагр будет бегать многолюдство. 77. Ибо кто, как ни молитва, делает дикого анагра безмолвника, свободным от всякого сообщения с людьми? 77. Кто опутан страстями, что ты в пустыне проводит время, занимаясь ими, как подобно этому говорил и учил святой старец, именуемый Георгий Арселаидский, который не вовсе безизвестен и твоей честности. 78. Он наставлял мне, когда непотребную душу мою, и, руководя к безмолвии, говорил, замечал я, что утром всего чаще делают на нас нашествие демоны тщеславия и вожделения. 79. В полдень же демоны уныния, печали и гнева, а вечером гноя и любцы и мучители, демоны чревоугодия. 79. Бедный послушник, лучше развлеченного безмолвника. 80. Кто разумно вступил в безмолвие и не усматривает с каждым днем, а от него новой пользы, тот или неразумно безмолвствует, или окрадывается самомнением. 80. Безмолвие есть непрерывное служение и предстояние Богу. 80. Памятование об Иисусе да будет соединено с дыханием твоим, и тогда узнаешь пользу безмолвия. 81. Падение послушнику — собственная его воля, а безмолвнику — прекращение молитвы. 82. Если радуешься посещения в келье, то знай, что предаешь себя одному унынию, а не Богу. 83. Образцом молитвы да будет тебе вдова, обижаемая соперником своим. 83. Образцом безмолвия — великий и равноангельный безмолвник Арсений. 84. Вспоминай в уединении своем житии этого равноангельного безмолвника и смотри, как часто отсылал он от себя приходивших к нему, чтобы не утратить важнейшего. 84. Узнал я, что демоны к разумно безмолвствующим убеждают часто приходить неразумных скитальцев, 85. Чтобы через них хотя несколько сделать препятствия этим делателям, замечая таковых, и не избегая случая огорчить ленивых сцепих благочестно. 86. Потому что вследствие этого огорчения перестанут, может быть, скитаться. 87. Но смотри, чтобы для сказанной перед этим цели не огорчить напрасно душу, которая в жажде приходит почерпнуть у тебя воду. 87. Во всем нужен тебе светильник. 87. Житие безмолвствующих, особливо же в одиночестве, пусть будет по совести и по чувству. 88. Кто течет разумно, у того все предначинания, изречения, помышления, каждый шаг и каждое движение бывает по Господу. 88. И ради Господа в душевном чувстве им предначинаемое совершается перед лицем Господним. 89. Если же ошибается он в этом, то живет уже не по правилам добродетели. 89. Отверзу, говорит некто в апсалтыре, гадание мое и хотение мое по несовершенствующей рассудительности. 89. А я открою желание свое в молитве и в ней получу себе удостоверение. 90. Вера – крыло молитвы. Не имея его, опять возвратится оно в недра мое. 91. Вера есть твердое стояние души, неколеблемой никакими противностями. 91. Веровать значит думать, что не только Богу все возможно, но и что верующие все от Него получат. 92. Вера – предуготовительница неупываемого. Это доказал собой разбойник. 93. Матерь веры – труд и правое сердце. Последнее производит несомненность, а первый соседает. 94. Вера – матерь безмолвников. Ибо если кто не верует, то как будет безмолвствовать? 95. Заключенный в оковы, в темнице боится карающего судьи, а безмолвник в келье боится Господа. 95. И не столько первому страшен судилище, сколько второму страшен престол судьи. 95. Много страха нужно безмолвить себе чудный муж, потому что ничто другое не может так отогнать уныние. 95. Осужденный непрестанно напрягает взор в ожидании, когда судья придет в темницу. 96. А истинный делатель ждет, когда придет понуждающий к исшествию. 97. На первом лежит бремя печали, а у второго есть источник слез. 97. Если приобретешь жезл терпения, то скоро перестанут бесстыдствовать псы. 97. Терпение есть труд, не сокрушающий душу, немало не колеблемый даже благовидными причинами к смущению. 98. Терпеливый есть непогрешительный делатель и в самых падениях одерживающий победу. 99. Терпение есть ежедневно ожидаемая мера скорби. 99. Терпение есть отложение всяких извинений и внимательность к себе. 99. Делатель не столько имеет нужды в пище, сколько в терпении, потому что за второе получит венец, а первое может послужить ему в пагубу. 99. Муж терпеливый умер прежде положения во гроб, келью свою сделав для себя гробом. 100. Терпение породили упование и плач, а у кого нет упования и плача, тот раб уныния. 100. Подвижнику Христову должно знать, каких врагов преследовать ему издали и с какими сходиться и вступать в борьбу. 100. Иногда борьба доставляла венец, иногда уклонение от борьбы делало недостойными одобрения. 100. Поэтому невозможно научиться словом, ибо не все мы имеем одни и те же качества и в одинаковой мере. 100. Одного из лукавых духов наблюдай трезвенно, потому что он непрестанно нападает на тебя во время твоего стояния, хождения, сидения, движения, восклонения, молитвы и сна. 100. Поскольку не все хлебы духовного делания небесной пшеницы имеют одинаковый вид, то одни из утвердившихся на поприще безмолвие занимаются возделыванием себе этого слова. 100. Презрех Господа предо мною всегда. 100. А другие. В терпении вашем спасайте души ваши. 100. Иные. Бодрствуйте и молитесь. 100. Другие. Уготовляй на исход дела твои. Притча 24-27.